Добрый вечер, уважаемые коллеги! Для нашей сегодняшней встречи, беседы я предложил бы тему отцов-каппадокийцев, но здесь немножко шире. Каппадокийское богословие как таковое, это вторая половина IV века, и, собственно, все, что связано с принятием или непринятием античной религиозно-философской традиции. Поскольку эта тема так или иначе уже стояла перед церковными писателями, перед святыми отцами раньше, но вот в полной своей форме она была принята именно отцами-каппадокийцами. Поэтому, когда мы говорим о Василии Великом, Григории Богословии, Григории Низком, мы обычно все это сжимаем до двух слов. Каппадокийский синтез, то есть синтез античной мудрости и синтез христианской мудрости, осуществленной вот этими великими тремя богословами, скорее всего, самыми великими из тех, кто был в восточной богословской христианской традиции. Притом, вот как вот их разделить искусственно не получится. Сначала у меня было такое желание отдельно Василия, отдельно Григория, но я вижу, что это получается не совсем красиво. Поэтому сегодня, говоря о Василии Великом, вы уж сразу простите меня за это, я буду так вот легко прыгать в Григория Богослова, в Григория Низкого и даже в западного коллегу Блаженного Агустина. Потому что он занимался ровно тем же самым чуть-чуть позднее на Западе, в Карфагене, на севере Африки. А тематика была одна и та же. Надо было сформулировать христианское учение на языке вот этой греко-римской культуры, греко-римской мудрости. Итак, вторая половина IV века, наверное, самый удивительный и, наверное, самый сложный период для христианской церкви. Константин Великий провозгласил о том, что христианство отныне является одной из легальных религий Римской империи. Христианство пока не религия империи, это будет только в конце IV века и сделано устами Феодосия Великого. Но, во всяком случае, вот эта плоскость свободного бытия уже началась. Это во-первых. Во-вторых, поскольку император и вся его семья уже открыто себя позиционируют как христианин для чиновников, для интеллигенции, для сигнала. Так будет дальше. И уже надо было разбираться, а что это за новое такое явление в нашем мире, что это за новый феномен, который уже транслируется высшей властью. Начинается христианизация империи и всего греко-римского пространства. Сам император Константин был крещен на смертном мадре в 337 году. Его сыновья также откладывали крещение. С чем это было связано? А был, собственно, вопрос, насколько можно совместить вот эту власть, которая всегда сопряжена с насилием, с наказанием, и, собственно, христианскую этику, предполагающую и милосердие, и любовь, и сострадание. И в сознании тех христиан в середине IV века это не сопрягалось. Или сопрягалось, но очень плохо. И, как следствие, императоры называли себя христианами, будучи некрещенными. А откладывали крещение, в общем-то, на самый-самый последний момент жизни своей. Сам Константин Великий максимально покровительствовал церкви. И сам себя называл епископом внешних дел. Были епископы внутренние, соответственно, епископы церкви. А вот сам он себя видел вот таким епископом по внешним вопросам. Строились храмы, строились соборы. Уже мы можем говорить о сотнях или даже, может быть, тысячах христианах, которые теперь спокойно приходят в храмы, молятся, и что им не препятствует. Процветает, уже начинает процветать христианское искусство. А в церковь приходят люди из самых разных слоев населения, включая интеллигенцию, включая аристократии. Несмотря на этническое разнообразие, все они принадлежали к одной аллинистической или греко-римской культуре. И ключом к пониманию их ментальности была греческая философия. Сейчас речь именно об интеллигенции. И чтобы обратить этот мир в христианство, нужно было воленс-ноленс говорить о христианских истинах, о христианских ценностях на языке вот этой греческой философии. Другого пути просто не было. Чтобы обратить этот мир в христианство, нужно было вот на эти понятия, эти категории эритий. И это предполагало мощнейшее творческое усилие ума, духа, сердца. И я готов назвать это подвигом. Когда мы говорим о христианском подвиге, о вижничестве, мы предполагаем некое монашеское делание. Человек ушел в пустыню, в лес, в горы. Вот его молитва, вот его пост, вот его аскеза. И это подвиг. Но интеллектуальная усилия – это тоже подвиг. И то, что делали великие отцы каппадоакийцы – это реальный подвиг, потому что мы сегодня живем в их наследии. Они показали нам путь, как это должно быть. Иначе, как словом «подвиг» я этого назвать, собственно, я не могу. Теперь о Священном Писании, собственно, мы теперь уже подходим к их деятельности. Да, Библия была переведена на греческий язык. Это было еще в III веке, саптуагента. И, казалось бы, для греческого интеллекта все уже было открыто. Пожалуйста, читайте, познавайте. Вот оно, вот оно, библейская истина. Но ведь в Библии очень много истории. История, связанная с жизнью конкретного израильского народа. А в этой истории очень много мелочей, очень много имен, очень много событий, очень много крови. В том числе, особенно книги царства. И для греков это было и непонятно, и неприемлемо. Потому что для греческого разума история вот с этими мелочами не имеет никакого значения. Бог абсолютно трансцендентный, Он где-то там. Здесь история, ну да, какие-то ключики к ней нужны, но не более того, нужно видеть символы, нужно видеть знаки, нужно видеть какие-то вот ключи. Филон Александрийский уже пытался говорить о Библии на языке философии, но это был очень такой эксклюзивный вариант, по-другому не скажешь. А в целом Библия оставалась Библия, и если грек начинал ее читать, он пожимал плечами. Это не Платон, и это не Аристосий. Он не находил в Библии той мудрости, которая ему была нужна, к которой он, собственно, привык. Ну а далее о христианстве? Речь о Боге, который взошел на крест. Как писал апостол Павел, для элинов безумие. Это безумие. Бог, который страдает, это не Бог. Еще Цель в 3 веке об этом сказал. Бог за пределами страданий, Бог за пределами вот этих человеческих переживаний, каких бы то ни было. А если Он это делает, значит, Он либо слабый Бог, либо не Бог, либо человек оказал на Него влияние. То есть, о чем говорить, собственно, в категориях платонизма, который господствовал, разумеется, в это время, Бог был непостижимым, неизменным вечным существом. Он не мог стать чем-то, он не мог стать кем-то, он не мог стать простым смертным человеком, да еще и иудеем. Еще вот этот момент необходимо всегда иметь в виду. Греческий снобизм, греко-римский снобизм. Вот есть мы, люди, которые являются носителями великой греко-римской цивилизации, культуры мысли, есть все остальное. Именно так, все остальное. Этот снобизм, он имел древнюю историю, и он будет в том числе и в византийские времена, когда вот такие же гордые византийцы, уже христиане, будут называть себя, он-то, сущие. Все остальное ми, он-то, несущие, как будто его нет. А вот они сущие, потому что они как раз и есть часть вот этой великой мудрости, наследники Платона и Аристотеля. И как мы будем следовать вот этой религии, которая появилась где-то там очень далеко, на самом окраине вселенной. Вселенная этой империи, Кумея. Где-то там, на самом краю земли, написанной непонятно варварским еврейским языком о жизни какого-то народа, который к нашей культуре не имеет никакого отношения. Вот в чем проблема-то еще одна была культурная. Ориген сделал первую попытку разъяснить библейское учение греческими понятиями, привлекая весь арсенал аллегорического толкования, которое существовало тогда уже в Александрии. И насказание, говорить об истории, вечной истине, не все получилось. Не все, и мы с вами об этом уже говорили. Очень трудно примирить. Оказалось, библейское и греческое, и оригин так и останется вот таким олицетворением конфликта между греческим разумом и христианской верой. Конфликта, который так до конца никогда не будет разрешен. Никогда. А вот следующими были отцы капотокийца. Они шли, собственно, тем же самым путем. И если говорить об их отношении к оригину, то оно было максимально положительным. Они видели в нем великого учителя и великого первопроходца. Они понимали, что он там, там, там и там ошибся. Но они видели в нем того, кто не побоялся пройти этим путем. И уже учитывая ошибки оригина, они шли, собственно, той же самой дорогой. Но если бы это была просто, вот знаете, кабинетная работа. Вот передо мной стоит задача, выражаясь современным языком, я реализую некий грант и пишу на какую-то, такую-то тему. И никто мне не мешает. Здесь ведь было совсем другое. Арианство. Реальная борьба. Императорская власть, которая поддерживает именно арианство. А мы говорим не о кабинетных философах, мы говорим о реальных людях, которые были священниками, которые были епископами, которым надо было еще и административной деятельностью заниматься, помимо того, что и высокое богословие разбивать. Так вот, о Барии, о котором тоже так вкратце мы с вами уже говорили. По его учению, Сын Божий не был истинным Богом. Что-то такое между Богом и человеком. Не будем углубляться в эту суть. Во всяком случае, это не то учение о Христе, которое исповедовало и так далее, исповедует сегодня христианская церковь. Это творение. Пусть выше, но тем не менее творение. Арианство было осуждено в 325 году на Первом Вселенском соборе. А потом Константин Великий, покровительствуя церкви и желая видеть церковь единую, которая была бы в его руках определенной силой, увидел, что никейское вероопределение никто не поддерживает. То, что предложил Афанасий Великий термин амаусиос, оказывается, это очень спорный термин. И Константин, видя это, просто отворачивается, собственно, от решения того собора, который он и созывал. 335 год. Во время торжественного открытия храма гроба Господня в Иерусалиме, Арии принимаются в луну церкви, торжественно въезжают в Александрию, потом умирают, правда, сразу при въезде. Но, тем не менее, полная реабилитация орианства. А Афанасий Великий именно в это же время отправляется в ссылку. Вот такая вот история. То есть, если говорить о том, что там было в середине 4 века, в второй половине, то мы увидим полное засилие орианства. И именно вот в этой среде, почему я так подробно об этом говорю, собственно, и начинается работа православной мысли, которая как будто бы никакой почвы не имела, потому что только одно орианство. После смерти Константина Великого его сыновья наследовали империю, только один на востоке, другой на западе. Вот так получилось, что в 350 году Констанций, который так же, как и отец, был покровителем орианства, стал уже единовластным правителем всей империи. И если на западе еще была, возможно, православная жизнь, то он учиняет чистку и на востоке, и на востоке. И так было орианство, но теперь он уже начинает и на западе этим заниматься. Только в 361 году вот эти вот тотальные повальные чистки православных остановились. Это тоже еще один парадокс. Кто их остановил? Юлиан Отступник. Вот такие какие-то ходы истории удивительные совершенно. Притом, ну мы уже говорили о нем, да, его задача была другая. Отступник. Восстановить язычество. Опять то, которое было, которое для него умирало, но было окружено орелом вот этой романтики. Именно при том язычестве, при древнем империя была сильна. Она процветала во всех отношениях. И поэтому для него было это очень важно. Город Пергам, который весь был наполнен храмами, он упоминается в апокалипсисе Иоанна Богослова. Ты живешь там, где престол сатаны. В прошлом году об этом мы сами говорили. И он возвращает всех. Он либеральный человек. Он никого не гонит и не может гнать. Поэтому все отправленные в ссылку епископы возвращены. Пожалуйста, как вы говорите, так и думаете. Как думаете, так и говорите. Но у него была еще одна мысль, что они начнут сразу ругаться. Начнутся перепалки. Люди это увидят и скажут, ну вот, вы видите, эти христиане. Они даже о своем Боге одинаково говорить не умеют. Только ругаются об этом. И это будет, полагал Юлиан Аступник, большим плюсом для нас, язычников, так он говорил. Что будет очевидным. Нет здесь никакого единства, никакой силы. Но с Афанасием Великим не получилось. Он возвратился, он начал активно свою деятельность миссионерскую, педагогическую, богословскую. И опять отправился в ссылку. А вот здесь еще одна интересная тема, о которой также говорили мы с вами. Но я еще раз повторю. Второй интереснейший указ Юлиана Аступника. Запрет христианам преподавать. И он был связан не с тем, что христиане это плохие, в его мировоззрение язычники хорошие. Нет. Вся система педагогики, та античная, была построена на древнегреческой истории. Гомер, Илиада, Одиссея, все наполнено богами. А боги творили вот ту самую великую греческую историю. И, как полагал Юлиан Аступник, если христиане будут это преподавать, но они же в этих богов, во-первых, не верят. А во-вторых, они будут над ними насмехаться. Даже если не будут говорить о Христе, они будут так преподавать это, что воспитают целое поколение неверующих людей. Вот неверующих в том языческом смысле слова. Вот именно по этим причинам он запретил христианам преподавать. Преподавать должен верующий. Аксиома, да? Мы сразу говорим о нашей современной действительности и о преподавании ОПК. Ведь у нас этот выбор происходит, вы знаете прекрасно, каждый год родители выбирают этот курс. Или не выбирают, есть вариант преподавать основы светской этики, то есть совершенно не религиозную дисциплину. А ведь проблема-то та же самая. Если взять исламские регионы, современные России, где казалось бы, вот все понятно, вопрос решен, и там все должны проголосовать, естественно, за основы исламской культуры. Нет, там нет такого. Там выбирают основы светской этики. А почему? А потому что звучит вопрос, а кто это будет преподавать? Вот эти учителя, которые просто будут перечитывать текст и вкладывать в него неизвестно какой смысл. Нет. Кто хочет знать о слове исламской культуры, добро пожаловать в мечеть научим. Научим нормальными учителями, которые знают и веруют. А вот так вот нет, не получится. И поэтому там очень низкий процент выбора основ религиозной культуры. Вот к слову Елеане отступники. Но тем не менее возвращаемся в 4 век. Их, о единосущий. Вот тот самый термин, который был предложен и Афанасием Великим в том числе. Его не принимали. Его не принимали по двум причинам. Во-первых, он философский, его нет в Библии. А во-вторых, он непонятный. Он был осужден раньше, еще в 3 веке, сам термин. Потому что он как бы сливал Бога воедино. И уже не было понятно, это Отец, Сын или Святой Дух, или просто вновь какое-то единобожие. Только уже на не библейском языке, а на греческом языке. И не было слова, чтобы дальше развивать учения о Святой Троице. Вот бывают такие парадоксы. И именно каппадокийцы взяли на себя вот эту миссию дальнейшей разработки учения о Святой Троице. Именно их терминологией мы сегодня с вами пользуемся. И тот символ веры, который мы слышим во время литургии, это их работа. Именно отцов каппадокийцев и Василия Великого прежде всего. Ну, забегая вперед, если может быть не хватит времени, о чем проблема? Бог един по существу. А как можно сказать дальше? Мы говорим очень легко. Троичин в лицах или ипостаси. Но за этими терминами стоит какой-то философский багаж. Они не из Библии. Не из Библии. И когда Василий Великий предложил термин ипостась, Бог един по существу и троичин по ипостасям, поднялась целая волна противодействия. Во-первых, опять не из Библии, опять из Аристотеля теперь уже. А во-вторых, ипостась – это отдельная битерия. И если мы говорим об ипостаси Отца, Сына и Святого Духа, то это получается троебожие. И Василия Великого сразу обвинили именно в этом. И потом понадобится доработка Григория Богослова, который скажет, что ипостась – это личность. Да, Троица едина. Но каждое лицо Святой Троицы – это личность. Поэтому он предложит еще один термин – просопом, лицо. Ипостась или лицо. Но понадобится не одно десятилетие, прежде чем вот эти простые слова, для нас сегодня простые, будут признаны на Втором Вселенском Соборе в 381 году. И сам Василий Великий до этого не доживет. Он умрет в 379 году. Не увидит торжества своих идей. Уже Григорий Богослов их донесет до народа. Еще одна задача, которая стояла перед Василием Великим – это монашество. Монашество, которое очень бурно развивалось, развивалось в двух направлениях. Ну, скажем так, одно направление положительное. Помните, мы читали с вами Афанасия Великого и его житие Антония Великого, что это был внутренний призыв. Человек пошел в храм, услышал евангельское чтение – «Раздай все нищим и иди следуй за мной». Вот он так и делает. Но это был же еще и протест. Протест против того, как христианство развивается в рамках теперь уже лояльной по отношению к нему Римской империи. Сколько льгот, сколько благ, сколько добра и сколько людей, совершенно недостольных, вошло в церковь. И, разумеется, самые ревностные возмущались. Самые ревностные уходили. И не просто уходили, ладно бы уходили. Они противопоставляли себя церкви. Вот там все вот так, обмерщенно и плохо, а вот у нас в пустыне настоящий евангельский дух. И тогда еще в середине 4 века они не входили в какие-то епархиальные структуры. Они были сами по себе. И поскольку они были аскеты, поскольку они были вот такими людьми сильного духа, они оказывали колоссальное влияние на, ну, собственную жизнь церкви. Они задавали вопрос. Вы за кем? Вот за этими пастырями городскими, которые целиком живут в этом миру, или вы за нами? Вот мы все раздали нищим, и мы на самом деле следуем за Христом. И здесь надо было каким-то образом вот это монашество привязать к жизни церкви, чтобы оно не было вот таким совершенно анархическим движением. И впервые эту миссию взял на себя Василий Великий. То есть, помимо богословия, это еще и вот такая серьезнейшая административная деятельность. А Григорий Низкий, как человек, который не занимал такой высокий пост, все-таки Василий был митрополитом, а Григорий был у него одним из, ну, как бы сегодня мы сказали, векарных епископов. То есть, у него руки были гораздо более связаны. Он давал этому очень мощную интеллектуальную поддержку. Как писатель Григорий Богослов, я не имею права сказать выше или ниже, но его мысли точнее, его мысли сильнее, и они идут дальше. Василий вот как бы набрасывает схема, а Григорий ее уже до конца доводит. Теперь о самом Василии Великом, потому что у этих людей не только то, что они писали, велико, но и то, как они жили. Это тоже немаловажный момент. 329-й год, Кесария Каппадокийская, Кесария Каппадокийская, Каппадокия, или, как у нас скоро говорят, Каппадокия, это центр современной Турции, ближе к востоку, когда-то центром этого региона был город Анкира, явно, сегодня это Анкара. Удивительное место, удивительное место, где люди живут не в привычных домах, построенных из кирпича, из камня, а живут в скальной породе. Они из этой скальной породы делают целых города, надземные и подземные. Мы в прошлом году об этом говорили, уже не буду опять повторяться. То есть, сама вот эта культура местности уже накладывает на человека определенный такой суровый отпечаток, влевой отпечаток. И Василий целиком наследник вот этой земли, где он родился. Он из зажиточной семьи, богатой семьи, отец был юристом, Василий получил очень хорошее образование и воспитание, 18 лет он уже учится в Константинополе, он слушает лекции знаменитого софиста Ливания, потом он отправляется в Афины, в университет, который тогда еще был языческим и был, скажем так, наследником платонической традиции, платонической школы. Там он знакомится с Григорием Богословым, и они уже потом неразлучны до конца дней и на богословском поприще, и на административном. Удивительно, что их сокурсником был Елеан отступник. Опять вот, вроде колоссальная империя, колоссальная по размерам, а такой узкий мир получается, что те, кто потом будет как-то друг другу противостоять, оказались вот вместе на одной студенческой скамье. Два брата Василия впоследствии стали епископами, но, как он сам пишет, очень большую роль в его духовном воспитании играла его сестра, монахиня Макрина, она была причислена к липу святых также. Крестился Василий поздно, 354 год, уже в 20 с большим-большим гагом лет, 25, примерно так. Ну вот та же самая традиция, очень серьезного отношения к таинству крещения. Уже получили все дипломы, не один, уже прямо видя перед собой начало христианского служения священнического, он делал этот принципиальный шаг в своей жизни, а именно на крещение. Что было после крещения? Тот период, который мы называем неофитством. Неофитством. Ему примерно по 30 лет, где-то, может быть, 28, чуть меньше. Вместе с Григорием Богословом, они вместе закончили Афинский университет, а также еще с одним духовным будущим наставником Естафием, Севастийским, они отправляются путешествовать по монастырям Сирии и Египта, они увлекаются аскетическими идеалами, они сами ведут крайне аскетический образ жизни, то есть все, что нужно пройти вот на этом поприще, они прошли. Где-то через год, когда этот первоначальный пыл утих, Василий вернулся домой и стал вести более умеренный образ жизни, и вот здесь уже дома в Каппадокии вместе с Григорием Богословом, они открывают общину, которую можно назвать аристократической, интеллектуальной, монашеской общиной. То есть они по-прежнему ведут аскетический образ жизни, но теперь это уже не только молитва и пост и труд, как это было в Сирии, как это было в Египте, а прежде всего некое интеллектуальное делание. Они изучают оригены, они изучают священное писание, они по-прежнему вот в этом интеллектуальном творчестве. И это очень важный момент, потому что тогда, собственно, видимо, и стало бы зарождаться то богословие, которое мы называем Каппадогийским, сливая вот целый ряд представителей в одно некое течение. В 364 году Василий стал священником и через три года стал епископом, притом сразу занял ключевую должность, только так я могу сказать, епископа Кесарии Каппадогийской, то есть главы целого митрополитического округа. И вот здесь он начинает заниматься, собственно, той деятельностью, которая его и прославила, благотворительность, помощь бедным, помощь гонимым, несчастным, ну, помимо этого еще интеллектуальная работа. Это принесло Василию огромную популярность, ну, плюс к тому, что он сам еще был таким ярким выразителем всего того, о чем говорил. Его слово, его дело не расходилось нисколько. Ну и, конечно, борьба с орианами. Борьба с орианами, которые пользовались поддержкой императора Валента, а Валент видел в Василии своего явного недруга, он попытался даже его епархию раздробить, поставить конкурента, епископа Рянина. Ну, в общем-то, такая очень, очень непростая жизненная ситуация в его архиерействе длилась практически до дня его смерти, до 379 года. Поэтому, видя, что помощников-то нет, а противников много, он стал рукополагать своих друзей и родственников. В частности, Григорий Ниски – это родной брат, который отправился на епископство в город Нисы, а Григорий Богослов – друг, который также получил епархию в городке Сосимы. Здесь отдельная история, очень трагичная. Василию нужна была поддержка. Поддержка в виде епископов. Их голос звучал, не священников, а именно епископов. И поэтому Григорий получил кафедру, мягко говоря, не самую лучшую. Вот то, что надо было занять место, так получилось, Василий его туда отправляет. Потом Григорий это опишет, очень красочно, как он приехал в этот городок Сосимы, в свою кафедру. Посмотрел, огляделся и описал. Город или село стоит на какой-то дороге, все полно торговцев, людей каких-то нечестных, со всех сторон, грязь, пыль и никакой жизни. Посмотрел на это, как пишет сам, и не отслужил я там ни одной молитвы. Развернулся и уехал. Все. То есть Григорий многослов даже в своей епархии ни одного не проявил. По нашим современным категориям это очень серьезное наказание. Прещение. Но тогда была ситуация другая, мягче. И поэтому Григорий отправился домой к своему отцу, который тоже был епископом, и просто помогал ему. Помогал отцу, помогал Василию. Но потом он выскажется в адрес Василия. А основная проблема, это, конечно, были Ариане. Ариане, которые интриговали, Ариане, которые писали, Ариане, которые находили помощь в администрации, светской и всяческой доверии на Василия. Но он был очень серьезным человеком, во-первых. Во-вторых, он был способен на компромисс. Вот если Афанасий был бескомпромиссным борцом, он просто ушел на пролон, поэтому пять ссылок за одну короткую жизнь. У Василия все было немного мягче. Да, явно он борец. Но борец, который склонен договариваться и склонен находить какой-то средний золотой путь. И, может быть, поэтому его борьба ему так дорого и стоило. Но он умер в 49 лет. Это не тот возраст, когда нужно умирать, на самом деле. Не дожил два года до торжества собственных идей. И, как говорили ему, он просто сгорел. Сгорел вот от тех трудов, которые вел в непрямом смысле этого слова. Если говорить о сочинениях Василия Великого. Их немало. Их можно разделить на какие-то условные части. Прежде всего, против Евномия. Далее, книга о Святом Духе. Книга написана таким легким, простым, доступным языком, но не отдельный разговор. Проповеди. Письма, при том очень много. И монашеские правила. Вот это то основное, чем Василий Великий вошел в историю христианского богословия. Здесь, прежде всего, я хотел бы начать с его космологии. Потому что здесь он прямо наследник Оригена, и он видит ошибки Оригена. Не повторяет их, а сразу идет тем путем, который будет, ну, скажем так, царский путь, средний. А задача та же самая. Вот она, Библия, и вот она, греческая философия. И надо отразить христианское учение, не повредив одно, применяя другое. При этом он толкует шестоднев. Вот первые главы книги Бытия. Это, наверное, блестящий пример того, как умный, образованный богослов использует современные ему достижения человеческого познания для защиты христианской проповеди. Сегодня это читать уже не очень интересно, потому что это все-таки дань середины 4 века. Это тот язык. Сегодня у нас другой. Но здесь очень важен методологический подход. Василий использует весь арсенал античного знания. Он понимает, что это все говорит на языке вполне Библии. Он прекрасно понимает, что нет никакого конфликта между научной информацией и библейским откровением. Почему? Да потому что Библия не является источником научной информации. Это слово Божие о спасении человека. И вот именно так ее и нужно понимать. Да, я объясняю историю сотворения мира. В категории греческой философии он легко ссылается на Платона, диалог тимей, вот в этом отношении наиболее показательный, на комментарии неоплатоников, на Поседония, на Платина. И опять-таки он не видит в этом никакой проблемы абсолютно. Он сразу указывает на коренное отличие философского взгляда и библейского – это вопрос миротворения, вопрос времени и вечности. В начале сотворил Бог. То есть было начало. То, чего в греческой традиции не было и быть не могу. И он не пытается оправдаться. Просто вот у нас вот так. Я сейчас опишу, как это у нас. А вы уже, собственно, выбираете для себя. Принимаете вы этот вариант или не принимаете? И Василий был, наверное, одним из первых христианских богослов, который затронул тему космологии, вот так вот широко, гораздо шире, чем это делала регион, в христианском богословии. В основе его учения лежит убеждение в том, что мир разумен. Ну, он использует свои термины – логос. Мир логичен – это по-русски. Мир логосен – некрасиво. Но вы понимаете, о чем я хочу сказать. Логос – это разум. То есть мир абсолютно разумен. И все мироздание логосна. То есть проникнуто разумом. Мир созидается Словом Божиим. Логосом. Этот логос создания можно понимать как закон творения или закон природы. Также Василий предлагает смысл или разумность. То есть те законы, по которым сотворен мир – это законы Бога. И поэтому все логично или все логосно. Логосы разбросаны по всей Вселенной. Они проникают ее. Они заложены в каждой ее части. Я цитирую. Они являются основанием этих составных частей Вселенной и их осмысливают. То есть делают все целое и все части в отдельности логосными. Образ, который был еще когда-то Иустин-философ, подхватывает Василий. Логос, как дождь, спускается на землю. И оплодотворяет землю. Поэтому на земле не может быть ничего без Бога. Не может быть ничего неразумного или неразумного. Позднее, в VII веке, учение Василия Великого талантливо будет развивать преподобный Максим Исповедник, который также будет причастен к этой греко-греческой традиции. Он также будет говорить, что в мире все логично. И существование любого самого ничтожного предмета подчиняется непреложным законам. Всякая тварь имеет соприкосновение с Творцом, с Божеством. Всякое действие имеет какую-то свою разумную причину, разумную цель. Ну а сам термин «логос» у Максима Исповедника тоже многозначен. Это идея, принцип, закон тварного бытия, закон мироустройства. Далее он пишет, я сейчас уже ссылаюсь на Максима Исповедника, но я не ухожу от темы, это просто доработка темы. «Логосы отдельных вещей содержатся в более общих логосах, как виды вроде. Все они вместе содержатся в ипостасном логосе, то есть во второй ипостаси Святой Троицы, который есть первоначало и конечная цель всего тварного. Ипостасный логос определяет законы, по которым живет тварный мир. Именно через него тварный мир получает начало своего бытия. Им осуществляется деятельность божественного промысла, то есть Бог не где-то за пределами этого мира, Бог в этом мире. Промысел Божий. У греков была судьба, у стоиков, аморфат и любовь к судьбе. Но христиане это слово не то чтобы не употребляют, сколько они употребляют термин промысел, который гораздо более точен и более широк, говоря о человеке. Итак, логос как судья определяет конечные судьбы твари. Соответственно, его энергии, тоже слово из употребления Максима Исповедника, или логосы делятся на три вида. Это логосы естества, это закон природы, мироздания. Это логосы промысла и логосы суда. И вот это охватывает все бытие человеческого, человечества как такового. Что такое промысел и суд? Это вся жизнь человеческая, вплоть до финала. И вот в этих логосах отдельное место занимает собственно человек. Он венец творения. И здесь Василий, а потом и вся святоотеческая традиция повторяет Платона. Человек это микрокосм, в нем вселенная, в нем все. Он венец творения. У него свой особый, состоящий из трех частей логос. Логос бытия, согласно которому человек создан из души и тела. И причастен к двум мирам, ангельскому и вещественному миру. Логос блага бытия, благодаря которому человек может жить, руководствуясь законами вселенной, то есть нравственными законами. И логос вечного бытия, определяющий высшую цель промысла, обожжение человека и соединение его с Богом в вечности. И вот так вся совокупность логосов образует некую идеальную надмирную основу бытия. Это Платон называл термином гиперурами, сверхнеба. Или Кант называл это номинальный мир, мир разума. А этот мир как икона. Вот удивительное слово, это не я употребляю, это слово Максима Исповедника. Мир это икона, образ Божий. Весь вот совокупный мир, это огромная совокупная икона. Понятно, что икона никогда не может быть полным отражением первообраза, Бога. Это лишь вот, ну скажем так, именно отражение. Как и этот мир. В нем можно увидеть Бога. Можно. Но можно и не увидеть. И вот этот путь размышлений приводит Василия к ответу или к вопросу, который до него не задавал никто. Во всяком случае, в античной традиции этого вопроса не было, что такое время, если вначале сотворил Бог небо и землю. Только перед христианскими мыслителями этот вопрос встал. В античных философских системах материя совечно Богу, поэтому о чем поговорить? В скользь непринципиальном. Василий Великий затрагивает проблему времени, толкуя первую главу книги Бытия. И через несколько десятилетий вот прямо эту ниточку, последнее слово подхватывает Блаженный Августин. Поэтому я буду сейчас ссылаться и на Блаженного Августина в том числе. Если Василий лишь наметил ответы на вопросы о времени и сказал то, что скажет Августин, то Августин дал развернутую картину в своем произведении «De Civitas Dei» о Граде Божьем. И в основу вот этой августиновской теперь уже концепции составляет идея существования двух общин, двух государств, двух градов, как угодно. «Civitas Dei» – Божественный Град, Божественное Государство. «Civitas Terena» – земной Град, земное государство. Что такое «Civitas Dei»? Это все духовные силы верные Богу. Будь то ангелы, будь то люди, которые живут по нравственным законам, те, кто живет и привязан к материи, к земному, к материальному – это «Civitas Terena». Это люди из приходящего Града. Земной Град – это вся история человечества. Земных царств, войн, трагедий, скорби. То, что появляется, исчезает, опять появляется, опять исчезает. Град Божий, он начинается на земле, притом внутри Града Земного. И воплощается в жизни конкретных людей. У него нет измерений в виде улиц, домов или чего-то еще. Этот именно люди, именно люди, как праведники, святые. И этот Град уже исчезнуть не может. Он имеет начало, уже не имеет конца. И вот эти граждане продолжают свое бытие в Граде Небесном. Начинают земном, продолжают небесном. И Град Божий пребывает в вечности. Вот о чем речь. Перейти из одного Града в другой – значит осуществить переход от временного бывания к вечному бытию. И здесь перед Августином, как и перед Василием, встает очень острый вопрос. Квыцетаем, что есть время? Что, может быть, проще, чем ответить на этот вопрос? Что есть время? Посмотрели на часы, вот оно время. Но на самом деле, это все не так. Я, Августин, очень хорошо почувствовал суть этой проблемы. Я процитирую цепь-то зрели. Как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? Если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность. Настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет? Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть. Итак, до творения мира Богом времени не было. И Августин легко отвечает на вопрос, чем занимался Бог, когда не было этого мира, до творения. Не было ни мира, ни времени. Поэтому вопрос сам по себе некорректен, говорит блаженный Августин. Кто задает такой вопрос, просто не понимает проблематики самого слова времени. Время и вечность – два неизмеримых понятия. И люди делают много ошибок, когда говорят о Боге, приписывая его к этой временной, к какой-то временному измерению. После очень долгих размышлений Августина, а стиль у него не самый простой в этом произведении, до цели-то с Деи, приходит к выводу, что время существует только в нашей душе. Его нет как объективного понятия, оно субъективно. Прошлое в памяти, будущее в ожидании. А настоящее, как в песне, есть только миг между прошлым и будущим. Это жизнь. Сущность настоящего – это вот мгновение, созерцание. Цитирую. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так. Есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Эти три времени существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не нахожу. Настоящее прошедшего – это память. Настоящее настоящего – это непосредственное созерцание. И настоящее будущего – это ожидание. Вот ровно так же пишет Василий Великий, только чуть раньше. Процитирую. Как можно определить то, чье прошедшее уже не существует? Будущее еще не настало, а настоящее ускользает от нашего чувства, прежде чем оно могло бы быть познано. Таким образом, напрашивается вот этот первый новый вывод, которого пока не было в греческой философии. Время решено онтологического статуса. Его можно усмотреть только в душе субъекта. И это характеристика творного бытия. Вот только там, где есть материя, там есть и время. И Августин приходит к вот такому психологическому, даже субъективному решению проблемы времени. Неуловимого времени. Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого нет? Каким образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что происходит это в душе. И только в ней существуют эти три времени. То есть время, созданное в момент сотворения мира, является мерой прохождения тварного мира во всех его формах своего пути. Это сотворенная мира. Там же, где нет никакой твари, через изменяющиеся движения, которого образуются времена, там совершенно не может быть и времени. Вопрос этический. А что такое время для человека? Вопрос, на который задавал ответ и Василий, и Августин. А это путь к смерти, цитирую. Путь к смерти, на котором никому не позволяется остановиться даже на малое время или идти несколько медленнее. И только на этом временном пути человек может приобщиться к граду Божьему и достичь вечности, которая во всем противоположна времени. Время является знаком, то есть как бы следом вечности. Град Божий видит свою цель в вечности. Град земной пребывает в быстронесущемся потоке времени. Итак, Василий говорит опять к Василию, что самое благородное размышление для человека – это размышление о смерти. Потому что как только об этом начинаем говорить, сразу поднимаем вот этот колоссальный пласт, в котором и космология, и антропология, и все что угодно. Еще один вопрос, который ставят опять-таки и Василий Великий, и Блаженный Августин, и вся светоотеческая традиция – злоб. Ведь Библия раздель ничего не говорит. Всем понятно, что есть злоб. Всем понятно, что есть дьявол, сатана и так далее. Но в Ветхом Завете эта тема, она загвалирована. Ее совершенно не видно. Слово «шатан» еврейское – это противник, и не более того. И в этом слове нет никакого негативного фатекста. В книге Иова мы видим сатану как искусителя, как того, кто исполняет определенную установку божественного по испытанию праведника. И тоже мы это негативом назвать не можем, потому что Бог четко очерчивает, что можно сатане, а что нельзя сатане. И только в Новом Завете мы встречаемся со словом «дьявол» – распушение, разрушающий, разрывающий. И перед нами уже личность. Дьявол как личность. Но если даже абстрагироваться от библейской традиции. Ну, грекам же тоже было понятно, что есть зло. И поэтому первым эту тему подняли нехристианские писатели. Вот по-настоящему философски подняли. Поднял ее плотин. А вот же христианская традиция – это в большей или меньшей мере принятие или непринятие взглядов плотина. Ну, а вообще, говоря о зле, вот сейчас мы об этой теме говорим, наверное, ни одна богословская проблема не породила столько атеистов, сколько проблема происхождения зла. Как объяснить существование зла в мире, который сотворен всемогущим, всеблагим Богом? Если Бог всемогущий, то Он мог бы сотворить мир, в котором бы не было зла. Если Он благ и в то же время творит зло, значит, Он либо не всемогущ, либо Сам отчасти злой, неблагой. Вот так, проще скажем. В дохристианскую эпоху эта тема решалась путем дуализма. Признание двух началов – положительного, отрицательного, злого, доброго. Это зарастризм, это манихейство. Очень много этот ряд можно продолжать до позднего средневековья. Богомильство, альбегойство – везде вот эти два начала противостояли друг другу. Бог зла, Бог добра. Но это же не решает вопрос. Дуализм лишь опять выводит этот вопрос на какую-то новую орбиту размышлений. А насколько всемогущ Бог добра? И что в конце концов будет? Какая-то схватка этих равных богов. И поэтому в III веке Платин очень серьезно подставил перед собой этот вопрос на уровне философии. Написав целый трактат о природе и об источнике зла. Когда мы говорили о Платине, я эту тему сознательно убрал. Вот сейчас мы до нее дошли, потому что она потом прямо перейдет в святоотеческое богословие. Вот здесь она сейчас будет уместна. Так вот, Платин поясняет, почему проблема существования в мире зла настолько сложна. Это проблема гносиологическая, проблема познания. Человек познает из принципа подобия. Подобие познается подобным. Подобие, познание возможно благодаря идеям. Это Платон. Идеи пронизывают мир. Благие, божественные идеи. И поэтому то, что мы познаем, мы познаем благодаря благим идеям. И познать мы можем только благое. Бог зла не творил. Соответственно, зло познать нельзя, потому что нет идеи зла как таковой. Тогда о чем речь? Познавать зло, если этот термин употреблять, можно только по сравнению с добром. Зло, не имеющее своей идеи, существует как нечто противоположное благу или отсутствие блага. Зла как ипостаси, зла как сути не существует. Вот аксиома, которую вывел Платин, не существует. Он пишет, вообще парадоксально, можно просто сказать, что зла нет. То есть, если мы говорим, что зло существует, мы подразумеваем его бытие. А оно не существует. Потому что нет сущности зла. И в таком контексте правильнее было бы сказать, что зло отсутствует. Но кто готов с этим согласиться? Наверное, никто. Существует только добро. А если где-то нет добра, то это отсутствие называется злом. Вот следующий этап размышления Платина. Зло – это тень. Цитирую. И так же, как у тени нет своей собственной материи, у зла нет своей собственной сущности. Яркий солнечный день, где-то на тротуаре лежит такая яркая темная тень, и человек, не видя того, что эту тень отпрасывает, считает, что там что-то лежит. Реальное и черное. И только подойдя, он уже видит. Ничего не лежит. Это просто тень. Как тень есть только отсутствие света и не более того, так же и зло есть отсутствие добра. Оно только кажется существующим именно там, где существует недостаток добра. Но отсюда следующий вопрос возникает. Почему Бог допускает, что этот недостаток добра так необходим? И вот здесь Платин часто говорит о том, что человек не может постичь всех замыслов, которые имеются у Бога. Он лишь на своем каком-то человеческом, земном, низком уровне может что-то чуть-чуть приоткрыть, какую-то маленькую завеску. В данном случае Платин пишет, зло существует для человека. Цитирую. Человек, не знающий зла, не знает и добра. Знание зла необходимо для познания добра. Бог хочет показать нам свою собственную справедливость, свою собственную мудрость. Но как мы можем увидеть справедливость, если не знаем, что такое несправедливость? Как можем познать мудрость, если не знаем, что такое глупость? Ну, такое объяснение. Можно принимать, можно не принимать. Это предложение Платина. Далее. Нельзя сказать, уберите зло, и мир станет гармоничным. Платин говорит, а уберите тени. Мир станет более красивым или нет? Скорее, нет чем, да. И поэтому он делает вывод. Это необходимо для контрастности мира, для яркости мира. И при том это необходимо для человека. Для гармонии мира зло существует как его необходимая часть. А вот человек. Человек вот в этой истории занимает какое-то свое очень серьезное место. Он не просто созерцает бытие зла в мире, а он призван быть борцом с этим злом. И вот в этой борьбе проявляется, собственно, природа человека. На чьей он в стороне? На стороне мироздания или он бросит? Гармонии или мироздания? Куда он направляет свою душу и свою волю? Вот эта концепция в очень упрощенном виде, вы понимаете, существование зла в мире было усвоено, конечно, с какими-то оговорками христианским богословием. Это и Августин, это и Василий, и Аврой Семидиаланский, Максим Исповедник, Иван Дамаскин. И влияние плотина было огромным. Огромным, в первую очередь, благодаря тому, что он четко показал, как можно объяснить одновременное существование в мире зла и Всеблагого, и Всемогущего Бога. А вот теперь уже, собственно, в середине IV века. Только не Василий Великий, а опять Блаженный Августин, потому что темы они брали одинаковые. И тот, и другой толковал первую книгу Библии, Бытие. Поэтому они одинаково отвечали на вопросы, здесь я не подрешу, взяв ответы Августина. Так вот, Августин, отталкиваясь от учения плотина, выделяет три уровня зла – метафизический, моральный и физический. Метафизический – это прямо повторение плотина. С метафизической точки зрения в космосе нет никакого зла. Но по отношению к Богу есть разные ступени бытия, разные ступени ограниченности, как он еще говорит. Цитирую. «Даже то, что для поверхностного взгляда представляется как дефект, кажется злом, в целостном универсальном взгляде исчезает, сглаживаясь в великой гармонии всего». Объявляя нечто живое порочным или злым, мы судим о нем с точки зрения своей выгоды или пользы, что уже ошибочно. С точки зрения целого, любая тварь, даже самая незначительная, имеет свой смысл бытия. Итак, зло оттеняет добро до того, чтобы оно более привлекало внимание и подбежало похвале. А некоторые виды зла, говорят, области даже сами по себе позитивны и положительны. Такой пример приводит удивительный. Профессия палача. «Это добро или зло?» Вроде зло, убивает же. Но ведь вынесли смертный приговор, и в отношении того, кто творит зло, значит, надо этот приговор осуществить. Надо. Значит, профессия палача позитивна. Значит, это добро. Любопытство – это грех или нет? На первый взгляд, на поверку грех. Любопытство. Но любопытство может привести к познанию, а познание может привести к познанию Бога. Благо? Благо. Понятно, что так о чем угодно можно говорить, но это вот такая канва размышления пустиновская. Второе – моральное зло. Это, собственно, грех. И грех порожден человеком. Не Богом, а именно человеком. Поскольку человек абсолютно радикально свободен, он может выбирать, в выборе воля раздваивается, поскольку не может нормально выбрать между добром и злом, ошибается. И, ошибаясь, выбирает зло. Потому что зло в этом мире неядно, оно всегда как некий обман, как попытка выдать желаемое за действительное. И вот человек, обманываясь, выбирает зло, совершает грех. Слово «грех», которое мы сегодня употребляем, на самом деле в андичном слове употребление немножко другое означает. И он вовсе не из сферы этики. Греческое слово «амартия» означает стрелу, которая не попала в цель. Человек вышел на охоту, выстрелил, не попал, согрешил. Вот это прямое понимание слова «грех». То есть грех – это воля не попала. Не попала в то, где творится добро, а попала туда, где творится зло. И отсюда грех. Таким образом, зло заключается в ошибочном воле, в выборе человеческой воли. Именно моральное зло – это и есть зло в собственном смысле слова. Оно осознается человеком. Амарас осознается, значит человек должен нести за это ответственность. И отсюда третья позиция – зло физическое. Болезни, страдания, душевные муки, смерть, ну и так далее. Августин здесь подходит достаточно примитивно. Это последствия греха, то есть последствия морального зла. Порча тела, что отяжеляет душу, не причина, но кара за грех. Не тело порочное делает душу греховной, но порочное увядшее в грехе душа делает тело тяжелым и порочным. Вот это учение о зле. Сразу возникает вопрос. А вот на сколько мы можем его принять? Вот на столь процентов, извините, мы можем назвать это учение христианским? Вот трудно, да, сказать сразу? Вот взяли и приняли. Трудно. Потому что есть же еще аскетическая традиция. Вот если мы так говорим, то зла нет вообще. Но нет, и все, есть тень. Тень добра. А есть люди, которые ушли в пустыну, вот те же самые монахи, и реально встретились с дьяволом. Вот реально. Встретились, описали свой опыт. И у них это не по плоти, но все. У них все совсем по-другому. Болезненно и реально. И отсюда до сегодняшнего дня, в христианской религиозной философии, мы имеем два подхода к вопросу. Возле один подход. Вот только что прозвучало. И отцы, которые развивали свою мысль философски, лишь как-то интерпретировали учение Платина более подробно, как Августин, менее подробно, как Василий Великий, либо сказали, нет, это вообще не наше учение. Это философское учение. Которое христианству, которое есть борьба с реальным зломом, борьба с дьяволом, отношения не имеет. Я здесь серединку не найду, простите меня за это, потому что найти ее очень тяжело. Говоря дальше о космологии, ведь мы сейчас говорим именно об этом, Василий Великий конструирует первую такую полную христианскую космологию, трактуя книгу Бытие. Он затрагивает проблему из шестоднева, шести дней творения. Говорит, ну разумеется, это нельзя понимать как дни творения, потому что еврейское слово юм означает период. Это периоды, периоды, когда творилось то, то, то и то. И, конечно, днями это назвать нельзя, потому что светило, созданное в четвертый день, тогда уже будет день и ночь, да, день нашей понимания. А период, ну это нечто божественное, выраженное тем языком, который нам сегодня не очень доступен. То есть Василий очень легко разрешает все эти вопросы, которые наверняка уже были на повестке дня. оно благодаря своему вот этому колоссальному интеллекту эти проблемы разрешает и вопросов не видит. А мы сегодня порой, даже сегодня, спустя две тысячи лет, вот на этой теме спотыкаемся. И существует немало богослов, которые вот так и говорят, вот шестоднев, это как раз и есть самые условные дни творения. Ну, я не хочу здесь вступать с кем-то в полемику, потому что мы говорим об учении Василия Великого. Учение о Святой Троице я уже затрагивать не буду, потому что об этом много говорилось. Мне хотелось бы сказать о литургическом богословии. Это очень интересная тема, потому что Василий считается автором литургии, которой мы служим Великим постом. Литургия Василия Великого. Быть может, не все ее в совокупности, но какие-то ключевые точки принадлежат его авторству. И в своем трактате о Святом Духе, а также в письмах, он очерчивает некоторые интересные страницы христианской жизни середины Четвертого века. То есть очень важно выйти, а вот как было тогда? Вот сегодня, как понятно. А вот как Василий Великий молился, как Василий Великий вот это понимал, чувствовал, поднимает он вопрос священного предания, говорит об обычаях, которые уже вошли в жизнь христиан вот в этом раннем этапе. Он говорит об осенении крестным знаниям, он говорит об обрядах Евхаристии и Крещения, и говорит сразу, смотрите, ведь об этом не написано ничего в Священном Писании. Но мы этим живем. Это наша жизнь, и это для всех уже совершенно очевидно. И это дошло до нас через церковное предание, передаваясь из поколения в поколение. И вот поэтому описание Василия – это интереснейший источник о литургической жизни Церкви в Четвертом веке. Давайте кусочек прочту, чтобы воздух почувствоваться. Кто из возложивших упование на имя Господа нашего Иисуса Христа письменно научил знаменовать себя крестным знаменем? Какое Писание научило нас в молитве обращаться к Востоку? Кто из святых оставил нам на письме слова призывания при показании хлеба, благодарения и чаши благословения? Ибо мы не довольствуемся теми словами, о которых упомянули апостол или Евангелие, но и прежде и после них произносим другие, как имеющие великую силу в совершении танец, приняв их из неизложенного в Писании учения. Благословляем же и воду крещения, и еле и помазания, и даже самого крещаемого по каким изложенным в Писании правилам. Откуда троекратное погружение крещаемого человека? Из какого Писания взято и прочее относящееся к крещению? Отрицаться сатаны и ангелов его? Не из этого ли необнародованного сокровенного учения, которое отцы наши соблюдали в непытливом и нескромном молчании? Очень хорошо понимая, что доску уважаемость таинств охраняется молчанием. Вот та самая дисциплина Аркана, о которой мы говорили, когда размышляли о сочинениях Кирилла Иерусалимского. Он очень много об этом писал. Но и в заключении еще несколько слов о литургической жизни. В письмах он говорит об обычаях, связанных с получением святого причастия. Тоже такая тема дискуссионная, особенно несколько лет назад, когда принимался документ о Евхаристии. Вот он опять этот документ. Это обсуждение вызвало очень горячий спор. Послушайте Василия Великого. Он рекомендует ежедневное или, как больше, более частое причащение. Цитирует. Я сам причащаюсь четыре раза в неделю. В день Господень, в воскресенье, по средам, пятницам и субботам, а также в другие дни, если случается праздник какого-нибудь мученика. Наша литургия прежде освященных даров по средам и пятницам вот такой свидетель практики частого причащения, описанная святым Василием Великим. Если во время гонений кто-нибудь бывает вынужден причаститься из своих собственных рук, в отсутствие священника или диакона пусть он это делает без затруднений. То есть христианам еще в конце IV века разрешалось дома держать святые дары и причащаться собственно ручно, если по каким-то причинам человек не мог находиться в храме на Евхаристии. Отшельники, пустыня, да и многие другие какие-то события, может быть, связанные с отсутствием там, где находится храм, что-то еще. Причем в IV-VI веках церковь от этой практики отказалась и только в храме стало возможным причащение, при том, в VI веке была введена лжица и причастие стало таким, каким оно является сегодня. Кто мог, кроме священников, причащаться у престола? Византийский император, мы говорим о Византии, пока еще она не Византия, и русский царь. Но только один раз в свою жизнь, в момент коронации, помазание, помазание на царство, русский царь приходил прямо царскими вратами в алтарь и причащался как священник, но только один раз. И заключение, вот такой тоже штрих к портрету Василия Великого. Представьте себе, что вся империя арианская, арианские епископы, арианские священники, которые не считают Иисуса Христа равным Богу Отцу, то есть для них он творение. Вот казалось бы, ну ведь ересь, ересь, да? Дальше некуда. Сегодня мы бы так считали. И тем не менее Василий говорит, это все наши люди. Да, было заблуждение, да, было не было. Они приносят покаяние и становятся нашими священниками и нашими еписками. Никто не был отвержен, никто не был изгнан. И вот так путем компромисса богословского человеческого церковь воцарился мир. Ну а Василий Великий просто показал пример, как этот мир творится, какой ценой. И то, что он скончался в таком раннем возрасте, это вот цена мира. Через себя все это пропускал. И в общем-то все его идеи принесли плоды. Все до одной буквально, включая монашество. Он тоже привел его нормальной, церковной, реальной жизни. Когда монахи стали частью ипорхиального служения. И социального в том числе. Ну вот то, что мне сегодня хотелось вам сообщить по Василии Великому. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо. 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 Да, да, конечно. Я не знаю, как мы завершим. Вы сказали о том, что время существует в душе. Она ждет и внимает и помнит то, что она стоит, проходит через то, чего она внимает, уходит туда, о чем она вспоминает. Время существует только в душе. Добро рисунок тоже существует только в душе человека. Так, может быть, эти вещи связаны как-то. Я даже могу примерно на ликтуре, где это может лежать. Вот у Александра Куржакова. Есть исследование. Он показывает, что до 17 века для читающей образованный пункт народа России время, как его Августина, шло из будущего в прошлое. А не так, как для нас сейчас из прошлого, в будущем. И только в 17 веке появляются слова, глаголы, которые это положение меняют. И тогда, по его мнению, и произошел заход ум за разум. Ну, ум и разум – это раздельно. И ум стал более рассудочным таким. Вернее, прямо, говорится, он зашел за разум. Так у меня вопрос. Может быть, действительно, добро и зло связано с течением времени в человеке? Это называется компаральность. Когда время чечет в человеке, у каждого оно чечет по-разному, в зависимости от того мировоззрения, от тех концепций, какими он владеет и пользуется, образованных каких. Так вот, может быть, образование как раз и лежит в том, чтобы, ну, вернуть время спять. Спасибо за вопрос. Ну, что я могу сказать? Да, во время, добро, насколько добро во время. Если мы говорим, что добро – это Бог, а Бог вне времени, то уже появляется какая-то категория, которая выше, чем время. Это благо, это добро. Если зло, оно творится, да, здесь, тут понятно. Отчет временной. Если говорить о теории Ужанкова, да, вы сказали? Ну, до конца я с ней не согласен. Я много раз его слышал и дискутировал по этому поводу с ним. Это его взгляд. Разумеется, взгляд имеет место в существовании, но я не готов вот так вот… Это некая дискуссия с Петровской эпохой. Тут у него свое есть. Вот когда-то была, да, на самом деле, Святая Русь, на самом деле для профессора Ужанкова. Я с этим не готов согласиться. А потом в Петровские времена вот такой разворот на Запад и принятие других ценностей. Я не готов сказать, что в Петровские времена все стало так плохо. И вот все так принципиально аналогично для русских изменилось. У меня вопрос по поводу отношения к роду Казла. Значит, изначально позиция Казла не показывает, что его существует. Правильно ли было? Да, изначально? И потом уже в силу с фитической жизни добавилось понимание, что реальное Казла существует. Нет, здесь все сложнее. Я бы дал точку отчета в молитве «Орче наш». Как она завершается? «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Вот в греческом «Оходу по миру» – это средний род. А все переводы говорят от лукавого, включая русский перевод, самый современный Сергея Веринцева. И от лукавого с большой буквы пишется. Вот смотрите, молитва эта, она звучит, в общем-то, в контексте греческого мировоззрения. «Избави нас от зла». Вот такой перевод будет правильным. И такие переводы сегодня существуют. Но все переводчики, начиная с блаженного Иеронима, с Эдлиберонос Амалу, при том Амалу с большой буквы написал, «Избавь нас от злого». Не просто от зла, вот какого-то абстрактного, латиновского, а вот от конкретики. И Лютер так перевел, и в переводе Иакова так же. Конкретное зло. И до сегодняшнего дня такие переводы существуют. В новейших переводах немецких, английских, французских, там уже средний род. А как на самом деле, я не знаю. Тогда почему, если вы говорите, существует этот когда-нибудь, да, что такой перевод, который явно говорит о каких-то вещах, и он говорит, тогда почему по-прежнему существует эта родственная позиция? Это что, для удобства? Для чего? Для того, чтобы человек может быть для себя. Как ему удобнее, ведь у меня вот эта позиция, когда человек, когда присутствует, я был злой. Ты понимаешь, ты понимаешь, ты понимаешь, ты понимаешь, что своего, своего прожитой жизни, каких-то других состоит объективный, что это злой. Вот даже не можешь занимать позицию, что нет. Я об этом у вас говорю, что на вопросах нет ответа. Каждый сам для себя выбирает ответ на вопрос. А какое тут удобство? Тут нет никакого удобства. Это как раз очень неудобная тема, самая неудобная из тем. Сколько написано этих трактатов по теордицей, богооправданиями, даже термин выдумали специальный, начиная от Левницы, не ошибаюсь, оправдать Бога, теордицера, за то, что существует зло. И каждый пытался там какой-то трактатик накропать, оправдать Бога. И каждый выдумал что-то свое. А в общем-то только две точки зрения. Либо мы как-то сводим, либо разводим еще более жестко. Тяжка. Тяжка. Это как в Библии, этот труд дал Бог сынам человеческим, чтобы им было чем заниматься под солнцем. Не только яму копать, а огороды скопать, а еще думать о смысле жизни. Ну, чтобы человек, скажем, человек должен до конца знать, что происходит, чтобы действительно простить, если мы поимопрощение, он должен до конца знать, что это. А так тогда не сходится, когда им происходит. Если это нет ничего, то не существует. Вот. Но мы же говорим о том, что в этом мире носителем зла является человек. Человек творит зло. Его может не быть. Но есть ручники, которые это зло делают. Конечно. Есть голова, которая это зло конфигурирует, как бы его лучше преподать. Да, я думаю, вы сейчас разберутся со временем. Но вступают новые логики в действие. Разберутся постепенно. А ведь все не окончательно. Все не окончательно. Это только набросок, по-моему, вообще. Реальный набросок. Знаете, здесь вот на этом пути самое опасное, вот вы сказали, разберутся. Я с вами отчасти согласен. Что такое эпоха постмодерна, в которой мы живем? А нет ответа ни на один вопрос до конца. Интернет это очень хороший такой вот внешний критерий эпохи постмодерна. Мы задаем вопрос, да, Яндексу, и он дает нам 115 ответов. Выбирай. В мире все релативно. Относительно. Поэтому да, кто-то разберется и даст свой ответ на вопрос. А кто-то вот такой ответ на вопрос даст. Но я боюсь, что вот эту тему ее замынет. Зло относительно. Ну, он вроде есть, а вроде и нет. Даже будет хуже, чем Платин. Платин-то он четко определился, да, что человек носитель зла. А тут и это может уйти. Никакого зла нет на самом деле. Вот это для тебя, а зла для меня это совсем не зло. Если я тебе профессионально относиваю. А можно вам? Да. Мы, правда, совсем не говорили о вопросе троичности. Ну, вот, ну, все, в общем-то, имеют представление, наверное. Я хотела спросить, как по поводу Дионисия Ариапагита. Он как-то соотносил себя, вот, свое богословие с Каппадокийским. И как-то, вот, можно его имена Божии, вот, распределить, ну, так сказать, как-то, вот, его модель? Никак, вообще. Никак. Уже Григорий Палама сказал, что вот эту историю мы никак не расшифруем. Она не вписывается. Там не то, что отроится. Там даже для Христа места нет у Дионисии Ариапагита. И если мы принимаем вот его учение об этих триадах, три по три, ну, понятно, о чем идет речь. Ангельский мир, сконструированный вот такой вертикаль власти, а наверху стоит Бог. То где Христос? Это та самая критика, которая звучала уже вот в этом раннем-раннем средневековье в отношении Дионисия Ариапагита. А ведь что он сделал? Ну, автор мы не знаем, да, естественно. Была попытка договориться опять с теми же самыми неоплатониками. Поскольку они в то время, также не желая отказываться от существующей греческой традиции многобожной, уже понимали, что, ну, эти все боги, это не те боги, о которых говорил Гомер там или что-то еще. Но они остались в нашей культуре. Что надо сделать? Взять их и распределить по иерархии. И получилась такая пирамидка. Наверху выше бог, ну и так далее, и так далее, и так далее. И что-то подвигло этого человека, этого автора. Ну, мы, я думаю, об этом поговорим отдельно и подробно. Дионисия – это очень серьезная тема. Вот сделать нечто подобное с ангельской иерархией. Притом появились имена, которых вообще в небе нет. Вот это первый вопрос к автору. Откуда эти имена? И откуда вот такая вот стройность? Откуда она взялась вообще? Если до него никто ни разу об этом не написал. Мы же не говорим о том, что Дионисий Ариапагид – это тот Дионисий, которого апостол Павел обратил в афинском Ариапаге. Нет, конечно. Там явно чувствуется рука автора, ну, как минимум пятого века. Скорее всего, даже шестого. Скорее всего. Но написал так красиво. Вот так красиво. А красиво. А красиво и все будет. Я не ответил на вопрос. Естественно. Потому что здесь надо немножко более развернуто. И Дионисию я хотел бы отдельно, может быть, и ни одно занятие посвятить. Потому что он оказал просто колоссальное влияние на всю средневековую традицию. Европейскую прежде всего. В востоке ему всегда относился более, ну, скажем так, скептично. Хотя в Константинополе была целая капитра, где занимались Дионисием Ариапагидом. Редактор субтитров А.Семкин